Итак, дорогие друзья, мы сегодня продолжаем изучение книги Рамбама Мишне Тора Извините, я мамин скажу, да, мы это занимаемся, урок проводим онлайн, да Извините, да Мишне Тора Из книги Знания И мы изучаем закон о чертах характера Сегодня шестая глава И мы продолжим Шесть, пункт один В природе человека подражать в чертах характера и в действиях близким людям и друзьям И следовать обычаям своих соотечественников Поэтому обязан человек водиться с праведниками И всегда знаться с мудрецами, чтобы учиться на их поступках Помните, с кем поведешься, от того и наберешься Да То есть это Рамбам уже говорил Сейчас это весь мир знает И весь мир за этим следит Что очень важно, чтобы было правильное, хорошее окружение Что если человек хочет достойно вести жизнь И что-то добиться в этой жизни То он должен выбирать себе соответствующее окружение Чтобы черпать хорошие черты и укреплять в себе хорошие черты характера Да-да Вот Здесь смотрите, здесь в пояснениях приводится ссылка из Перкеа вот Где сказано, что удались от дурного соседа и не водись со злодеем Ну да Но постараться надо Потому что не всегда есть возможность удалиться Ну да Почему, почему Рамбам объясняет, чтобы не научиться их делам Чтобы не было дурного влияния Ну да И отдалиться от грешников, глуждающих во тьме, чтобы не научиться от них Да, здесь вот сказано так, что надо беречь, беречь себя Хотя, с другой стороны, в наше время мы знаем Что у нас есть задача и миссия нести свет в этот мир Положительно влиять В наше время, а во все времена Совершенно верно, да Во все времена, во все времена, совершенно верно Но в наше время, может быть, особенно, потому что мы поколение прихода Машииха И от нас еще очень много зависит Мы особенное поколение Мы должны еще больше света нести в окружение Подождите, а что, действительно придет в наше поколение? Ну у нас поколение сколько длится? 25 лет? Да, но любайческий рэбэ Это рэбэ, это цадик, это глава нашего поколения Сказал совершенно однозначно Что наше поколение Это последнее поколение изгнания И первое поколение геулы, освобождения Поэтому, да, мы ждем его каждую секунду Каждое мгновение Но, естественно, важным условием его прихода Является то, что мы делаем Наши действия То есть там надо положительно И хорошо влиять на других людей И здесь тоже Вот почему-то хочется об этом поговорить Конечно, важно, да, самим Себя держать в правильном окружении Чтобы не научиться ничему там нехорошему, правильно? Ну да Но с другой стороны, опять же, да, у нас есть эта заповедь Положительно влиять на других людей Значит, может быть, когда-то иногда приходится Попасть в окружение, которое, может быть, не совсем соответствует Чтобы как-то на них положительно повлиять К сожалению, жизнь сама, так сказать, нам предоставляет такое Да Но Такое окружение довольно часто Помните с этим И вот, кстати говоря, вот шалехи, да, посланники Ребе Которые приходят и идут ко всем людям И пытаются их привести к Богу, к еврейству Это сравнивается с человеком, который Проходя мимо лужи, уронил кольцо Ему надо достать золотое кольцо из лужи Для того, чтобы достать золотое кольцо Ему надо пустить руку в эту грязную лужу И там поискать И вытащить кольцо золотое свое красивое Вот, то есть Иногда бывает необходимость Окунуться во что-то, может быть Ради того, чтобы Какую-то святую душу приблизить к Богу Вот, но Тем не менее Основное, наверное, все-таки Время нашего дня Мы должны проводить В хорошем окружении И чтобы все было хорошо И об этом сказал Шлома Идущий с мудрецами наберется мудрости А дружащий с глупцами станет дурным Это сказано в Мишле И сказано Счастлив человек, который На путь грешников не встал И в собраниях глумлимых не сидел Это Тегилим Первый, первый Прямо вот Первый, первый Это самое начало Самая первая строка Из первого псалма Правильно? Так, идем дальше Шесть-два И если человек живет в стране Обычаи, которые дурны И жители, которые ведут себя недостойно То пусть уйдет туда, где жители праведные Ведут себя достойно Так что, получается, в Израиль надо ехать? Ну, в Израиль, кстати, тоже Слепо не все сейчас Что же делать? Рамбам пишет, что даже есть два еврейских города В одном из них поступки жителей лучше, чем в другом И точнее, соответствует торе и заповедям Кто богобоязнный человек Обязан переехать из того города Где обычаи не столь хороши В город, где они лучше То есть, все-таки, очень важно следить за тем В каком районе ты живешь Что за окружение Что за люди Как они влияют на нас Как они влияют на наших детей И это известно, что люди, на самом деле Если они видели, что что-то происходит не то Какое-то есть пагубное влияние со стороны То люди поднимались и меняли место Чтобы уйти куда-то в лучшее место Так Да, но как сейчас это сделать Вот не совсем понятно Ну сейчас, ну, наверное, тут точно так же Да, то если Ну да, в общем-то Германия сейчас лучше, чем в России В этом смысле Ну и была в этом случае И поэтому правильно Ну, то есть Нам надо просто стараться Ну, выбирать хороших соседей Правильно? Чтобы было приличное окружение Потому что оно, естественно Так или иначе Может повлиять Нехорошо И то же самое Круг общения Да, человек же может выбрать С кем он идет Общается С кем он сидит С кем он С кем он Разговаривает Да Итак Есть ли же во всех известных ему странах О нравственности которых он имеет сведения Жители ведут себя плохо Как в наше время Так Тут есть ссылка такая Что Относительно Жалоб на время Повсюду вокруг нас пропала Тора У сыновей Большинство больших стран погибает Немногие организируют И около трех-четырех больны А я сегодня уже не могу Вас возглавить Потому что Я уже старый Немощен И не от множества лет От болезни сей тела Это Рамбом писал Представьте себе Сколько лет назад Как он так вкалывал Так сказать Да Что Ну в общем-то Вы читали его День рабочий Да Как еще стоял Совершенно верно Да Рамбом Очень Очень тяжело работал Я Меня впечатлило Однажды Что Он же работал Придворным врачом Да Да И вот я знаю Что он Возвращался Он принимал Пациентов Лечил людей Возвращался домой На лошади Очень уставший И он буквально Падал с лошади От усталости А когда он подходил К дому То перед его домом Стояла очередь Больных людей Которые ждали его Уже У дома Чтобы он им Оказал помощь Это же было тогда Очень Немного Немного было людей Которые могли помочь Немного было врачей Вот Ну Вы наверное тоже Это имеете ввиду Да Что его Я да Я все Я весь день его имел ввиду Да И в том числе Это И еще при этом Занятие второй Там С людьми же И При этом Он очень много написал Да Да Ну так вот Так вот он говорит Про наше время Да Вот он То время Называет Да И если У него нет возможности Переехать туда Где обычаи хороши Из-за военного положения Или по болезни То должен он Удалиться от людей И стать затворником Как сказано Сидит молча в одиночестве Это из эйхи Да 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 И Есть дурные люди И грешники Не оставляют его в покое В этой стране Понуждая Стать частью Их общества И перенять их Дурные обычаи То пусть уйдет В пещеры В дебри В пустыню Но не уподобляется В своем поведении Грешникам Как сказано Как бы не дал мне Убежище в пустыне А я удаляюсь От своего народа Да То есть Всеми силами Все возможности Использовать Только чтобы Не позволить Дурному влиянию На него Повлиять Пожалуйста Закрой дверь Сильно Вот так Так Повелевающая заповедь Это уже 6.3 Пункт 6.3 К мудрецам Чтобы учиться И к делам Как сказано К нему Прилепись Так Прилепись к мудрецу Но Раз невозможно Прилепиться К всевышнему То как сказано Наши Сказали наши Мудрецы Объясняя эту заповедь Следует Прилепиться К мудрецам И их ученикам Значит Сказано Сказано В книге заповедей Да В книге заповедей Рамбам Говорит Что таким путем Уподобятся им В своих поступках В чертах характера Чтобы Из их слов Узнать Истинные Суждения Смотрите Это Рамбам Говорит Столько лет назад Да Да И Насколько это Сейчас Вот эти знания Торы Насколько они Сейчас проникают В нашу жизнь В наш мир Потому что Вот вы знаете Например Есть Такая Наука Такая методика НЛП Норолигистическое Программирование Я не знаю Что ты говоришь НЛП Да Это А на чем Она основана Что Она основана На том Что Есть Допустим Человек хочет Достичь чего-то В жизни Он хочет Какой-то успех Достичь И есть люди Успешные Есть люди Скажем Богатые Есть люди Которые достигли Каких-то важных целей И очень Какие Трудолюбивые И усидчивые И У них Все хорошо Складывается И получается И И Тогда Вот эта Теория Она Говорит о том Что Важно Наблюдать За Поведением Этих людей За их Распорядком Дня Как они Работают Как они Ведут себя Как они Говорят Как они Говорят Как и у них Манеры И что Если И если Стараться Подражать Этим Привычкам Этих Людей Их Устоям И Их Манерам То человек Способен Используя Это Достичь Подобного Успеха Как у Этих Людей И вот Тора Нам Говорит Еще Это Тора Говорит Или Я Сейчас Привел Как пример НЛП Нейролингвистическое Программирование Это Наука Такая Теперь Психологический Такой Метод Прием Что Человек Может Вы хотите Сказать Что Рамбам Фактически Вот это Программирование Предвидел Ну да Рамбам Об этом Говорит То есть Ничего Мы знаем Точно Мы знаем Точно Что в нашем Мире Ничего Нет Что Не Исторы То есть Все что мы Имеем Все что есть Все знания Науки Все открытия Все Все законы Они Исторы И Рамбам Тогда Уже Говорил Что Да Ты Хочешь Быть Приличным Человеком Но Тогда Будь Близок Прилипись К мудрецам Их Ученикам И Перенимай Их Манеры Перенимай Их Слова Перенимай Их Образ Жизни И ты Будешь Тоже Таким Ты сможешь Стать Таким Поэтому Каждый Человек Сказано Дальше Должен Стараться Жениться На дочери Знатока Торы Выдать Свою дочь За знатока Торы Есть И пить Со знатоком Торы Вести Торговые Дела Со знатоками Торы И всячески Стараться Сблизиться С ними Как сказано К нему Прилипись Это сказано В Торе Тоже Дворим И Пророк Йошуа Об этом Говорит Также Советовали Мудрецы Прибывай В пыли Их Ног И впитывай Жадно Их слова То есть Это Комментарии Мишне Мишне А вот Перке А вот Пусть твой дом Станет домом Собрания Мудрецов Сказано Там Так как Когда Один Спросит Другого Где мы С тобой Встретимся Ответит В доме Такого Это Такой То есть Мудрецов Опять же Опять же Мы возвращаемся С кем Поведешься От того и наберешься Ты будешь С мудрыми людьми Будешь с благородными людьми Которые Правильно себя ведут Которые живут Праведной жизнью Значит Есть Надежда Что Эти качества Перейдут Они Способны будут Восприняться Да Они могут Так Далее 6.4 На каждого Возложена Повелевающая Заповедь Любить Каждого И всякого Из народа Израиля Как самого Себя Как сказано Возлюби Ближнего Свою Как самого Себя Потрясающе Важное Высказывание И Помните Когда У Гилеля Спросили Ну расскажи Мне смысл Торы В тот момент Когда Там Я буду стоять На одной ноге И он сказал Да Не делай другому Того Что ты не хочешь Чтобы Делали тебе Да Возлюби Ближнего Свою Как самого Себя То есть Это как бы Вся Тора Давайте посмотрим Что здесь В книге Комментируется Перед любимой Перед молитвой Следует Мы же молитву Начинаем С этого Да Вот прям Перед молитвой Мы говорим Возлюби Ближнего Сего Как самого Себя И следует Сердцем Это где Мы говорим Шахарид Шахарид Начинается Я начинаю Шахарид Но фактически Вы имеете Ввиду Шахарид Когда человек Уже Отговорил Утреннее Благословение Да Вот прям Начало Начало Молитвы Заповедь Ну да В верхнем мире И в дальнем мире Влечет Единство Всех Душ В мире Горнем И через Его И молитвы Объединяются Это сказано Шерханарухи Так Даже написано Что Там написано Что Возлюби Ближнего И Эти заповеди Не разбираются Именно потому Что они связаны Не только с поступками Сколько С образом мыслей Так вот Почему это так важно В других местах Сказано так Что Почему мы говорим Возлюби Ближнего Как самого Себя Потому что Ближний Это Частичка Бога Что мы Все Как одно Целое Не как одно Мы вообще Все одно Целое Если мы Смотрим На человека Смотрим Его глаза То мы Видим Душу Мы видим Часть Бога И Мы Все вместе Наш народ Это Это Единое Целое Это Один Организм И Когда мы Говорим Возлюби Ближнего Как самого Себя То в тот Момент Когда мы Любим Ближнего Мы Понимаем Что это Божественная Душа Это Часть Всевышнего И Что это Часть Нас Что Мы Один Неделимый Организм Одно Целое Одно Сущность И мы В этот Момент И себя Начинаем Любить За счет Того Что мы Любим Другого Да Вопрос В том Механизме Как Возбудить Себя Любовь Если Естественно Она Нет То Как-то Надо Какой-то Протокол Должен Быть Ну Я Существую Что Альтер Рыбе Может Что-то Такое Я Сейчас Успоминаю Что-то Такое Предлагал Какой-то Протокол Как Это Сделать Чтобы Это Чувство Пробудить В себе Потому Ну Допустим Ну Кто-то Нравится Кто-то Ненравится Да Ну Смотрите Вот Это Дело в том Что Как раз Тора Учит нас Что это Заповедь Что мы Что мы Должны Учиться Любить Другого Что это Работа Над собой Это Работа Над собой Почему Потому Что Как раз Вот то Чем Мы Сейчас Только Что Сказали Почему Мы Должны Любить Другого Потому Что Мы Должны Осознать Что Это Не Какой-то Отдельный Человек Не Какая-то Личность Которая Ходит По миру Где-то И что-то Может Сделать Нам И что-то И каким-то Образом Нам Что-то Помешать Нас Что-то Это Мы 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 Осознаем Головой Что Другой Человек Это Не Просто Какой-то Человек А Это Родное Это Это Часть Меня Моя Вторая Рука Часть Моего Сердца Я Не Знаю То Что Мы Как Одно Понимаете Да То Тогда Это Понимание Это Понимание Оно Дает Уже Нам Силу Полюбить Другого Человека Не смотреть На него Недостатки Или еще Что-то И Простить Ему Все И Таким Образом Да Может Проявиться Любовь Потому Что Мы Понимаем Что Бог Нас Объединил Мы Одно Целое Так Вот Давайте Мы Дальше Посмотрим Что Сказано В Тексте Законов Да Черта Характер Рассказано Что Потому Пусть Поэтому Пусть Каждый Отзывается О людях Хорошо И Заботится Об их Имуществе Как Заботился Б О своем Как Хотел Б Уважение К себе А кто Возвышается За счет Унижения Других Тот Не имеет Доли В грядущем Мире Да То есть Что Что Здесь Сказано Что Понятно Что Не следует О ближнем Отзываться Так же Как О себе В конце Концов Хвостовство Не самая Достойная Черта Имеется Ввиду Что О ближнем Следует Говорить Так же Как Хотелось Бы Чтобы Другие Говорили О тебе Да То есть Смотреть На другого Человека Позитивным Взглядом Стараться Оправдать Да Стараться Оправдать Его Может быть Какие-то Какие-то Моменты Которые Нам может быть Непонятны Не нравится Стараться Это С позитивной Стороны Скажем Не знаю Ну Там Человек Опоздал Вот Сейчас Смотрите Вот Историю Одну Расскажу Мне очень Понравилась Одна История Из Школы Один Ребенок Все время Опаздывал В класс И Учитель Учитель Его Наказывал Это Еврейская Школа Пускай Будет Да Еврейская Школа И Учитель Его Ругало Наказывал Мойшеле Его Звали Мойшеле 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 Да И вот Однажды Приходит Мойше Приходит В класс И Все дети Сидят И вдруг Учитель Опаздывает На 5 минут На урок И в тот Момент Когда он Заходит В класс Мойшеле Встает С задней Парты Протягивают Ручку Вот так А другим Пальчиком Показывает На часы Вот так Учителю И учитель Рассвирепел Внутри У него Все кипит Думает Этот Мойшеле Который Каждый День Опаздывает Увидел Что я Пришел Позже Он Встает И показывает Мне Что я Опоздал И он Весь урок Кипит И бурлит У него Все внутри Заканчивается Урок Звенит Звонок Дети Выбегают Из класса И Мойшеле Подбегает К учителю Радостно Протягивает Ему Ручку И показывает Посмотрите Господин Учитель Мне папа Подарил Часы Теперь Я не буду Опаздывать В школу То есть Это вот Один из Примеров Когда То что Мы видим Мы можем Неправильно Понять И мы можем Человека Судить И мы можем Какие-то Негативные Эмоции Иметь По отношению К нему А наша Задача Любить Ближнего Своего И стараться Придумать В какой-то Ситуации Оправдание Его поступкам И Как-то Оценить И как-то Рассудить Его С положительной Стороны И защитить Его Может быть Вот так Окей Ну что ж Дальше Сказано Кто возвышается За счет Унижения Других Тот Не имеет Доли В грядущем Мире Здесь написано Что источник В Иерусалимском Талмуде Хагига И наверное Нужно быть Весьма Ничтожной Личностью Если для того Чтобы представиться Другим Хоть чем-то стоящим Приходится Рассказывать Какие другие Люди Не хорошее Не хорошее Не быть таким Кто унижает Других Ради того Если у самого Нету Каких-то Достоин Чтобы Хоть как-то Чем-то Отличиться От других Это нехорошо Итак Мы еще Давайте Еще Кусочек У нас Время Немножко Ограничено Эфира Но мы Мы еще Следующий Пункт 6.5 Продолжим Любить Пришельца Сказано Человека Который Присоединился К еврейскому Народу Повелевают Две заповеди То есть Здесь Речь идет О Гере Тот Кто Принял Еврейскую Веру Да Да И две Заповеди Одна Одна Как Ближнего А вторая Как Пришельца И Тора Говорит Возлюбите Пришельца В дворе Им сказано 10.19 И Тора Показывает Любить Пришельца Так же Как Призывает Любить Всевышнего Возлюби Господа Бога Твоего Господь Любит Пришельцев И сказано И любит Пришельца Так Посмотрим Что тут В комментариях У нас Есть В Торе Есть два Толкования Понятия Пришелец Иногда Речь идет О неевреи Который Живет Среди Народа Израиля Не Принимая Заповеди Торы То есть Как бы У него Вид на Жительство В галахической Литературе Его обычно Называют Пришельцем Поселенцем Иногда 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 В галахической Литературе Рамбам Идь Брата Твоего В сердце Твоем В сердце Своем Но суд Не приговаривает За нарушение Этого запрета Торы К телесному Наказанию Потому что Здесь нет Действия В этом запрете Тора Предупреждает Только О Ненависти В сердце Но тот Кто бьет Другого Или Оскорбляет Его Хотя Это тоже Запрещено Не нарушает Запрет Не возненавить Вот Так что Давайте Мы вот на этом Закончим Да Это есть О чем подумать Скажем Да О любви К ближнему А еще Сегодня у нас Праздник Тубишва Да И это Праздник Новый год Деревьев И Да И Что нас Связывает Или Что нас связывает Вообще с деревом И какая у нас Есть общность С деревом Общность Такая Что У нас Ну в первую очередь Скажем У дерева Есть корень Корень Который держит Его Держит его От любого ветра Спасает А у нас Есть наши корни Которые нас связывают С нашей торой С традициями С нашей семьей С нашим народом С нашей историей И когда мы Подпитываем наши корни Поддерживаем наши корни И передаем это Нашим детям То нам не страшны Никакие ветры И никакие перемены И все Всегда будет хорошо Божья помощь Да Спасибо Так Хорошо Ну что ж Всего доброго С праздником И хорошей недели Спасибо за субтитры DimaTorzok